здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на моем канале питерский дачник и я игорь представляю сегодня вам новое видео о битве двух пылесосов идея этого видео зрела у меня уже давно в процессе эксплуатации двух пылесосов возникли кое-какие вопросы с которыми я и хочу сегодня вас познакомить сегодня на тесте будут вот эти два замечательных пылесоса один сетевой справа и второй слева аккумуляторный ни для кого не секрет что данная техника сейчас активно развивается и используется в домашнем хозяйстве каждый выбирает агрегат под себя но что в процессе эксплуатации выясняется каждый пылесос работает по-своему для того чтобы выяснить какой из них лучше и плюсы и минусы того и другого и предназначено это мое видео для того чтобы понять как хорошо работают оба пылесоса я приготовил несколько так скажем псевдозагрязнителей с которыми наш пылесос будет справляться вот это вот остатки старого чая и но в перемешку вот это крахмал который будет изображать нашу пыль это соль достаточно крупная будем имитировать ей песок которую несем с улицы на ногах домой дальше дробленные микророны изделия достаточно тяжелый крупнофракционный состав который тоже будет участвовать тесте простые дробленные листья что тоже немаловажно это что приносится с улицы практически каждый день ну и на закуску вот эти два семечка очень тяжелые от финика которыми тоже попробуем протестировать наши агрегаты но сейчас поехали начнем с аккумуляторного пылесоса меня здесь все названия заклеены что на этом дабы не берегите душу заводом производителем и потом не нарваться на ответные меры но хочу сказать что что сетевой что аккумуляторный независимо какой фирмы они произведены абсолютно по своим характеристикам каждый из них похож начнем с аккумуляторного вот такой агрегат аккумуляторный на 22 вольта с аккумулятором 2248 почти 49 ампер часов миллиампер часов чтобы удобно было потом объяснять они достаточно кратны 220 вольтом здесь 22 и 2 120 ватт и батареи 22 и две десятых шести батарейная из элементов 18650 имеет два режима режим малой мощности режим большой мощности для удобства эксперимента я снял с них саму насадку буду использовать просто входную трубу потому что если еще нацепить на него щетку то вот эти вот загрязнители которые у меня сейчас на подложке лежат будет просто неудобно их все собирать ну а сейчас посмотрим на что он способен начнем с более тяжелого загрязнителя достаточных эффективно он собрал листья листья соль соль достаточно неплохо теперь теперь крахмал который имитирует у нас пыль да еще и въевшуюся мы даже и здесь собрали и чай всего достаточно прилично на ровной поверхности выключаем как видите индикатор батареи полный полная зарядка переходим к другому агрегату второй агрегат это сетевой пылесос тоже мы убрали щетку щетки похожи у них у всех есть турбо щетки есть простые мощность данного пылесоса 2 киловатта 2000 ватт он достаточно мощный чтобы уравнять их шансы с аккумуляторным вариантом мы сделаем ему минимальную мощность хотя бы немножко теперь вперед по первым ощущениям сасывание намного эффективнее даже дистанционно успевает засасывать это видно по видео без следа так же крахмал вот такой же результат а теперь дорогие друзья усложним задачу представим что у нас пол в нашей квартире застелен какими-то коврами или ковровыми покрытиями и вот как с этими загрязнениями справится наш один и второй экземпляр пылесоса ну здесь видите я раскидал немножко так более-менее хаотично с правой стороны у меня листья потом идет крахмал в трех точках между ними чай вернее здесь макароны вот здесь вот листья слева соль между ними чай сейчас мы попытаемся аккумуляторным пылесосом все это собрать усложним для них техническую задачу пылесос от москва 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 Вот мы видим, что крупную соль промеж волос Пылесос берет сложнее Лечаинки цепляются и не хотят так просто уходить Уже небольшие возникают трудности при пылесосе Приходится или долго водить, но увеличить мощность мы уже не можем Здесь тоже немного остается пыли Сейчас попробуем сетевой пылесос Вот мы запустили сетевой пылесос, начинаем убирать Видите, насколько велика мощность, что даже ковер начинает засасываться в приемную трубу Я не закрепил этот коврик, поэтому он сейчас туда просто засасывается со страшной силой А вот эти листья просто залетают Я не буду Видите, насколько у сетевого пылесоса больше мощности Вот видите, приходится отрывать его Вы заметили, что у аккумуляторного пылесоса такого не происходит Вот мы сейчас все быстро и хорошо убрали Это о чем говорит? Говорит оно о том, что все-таки мощность сетевого пылесоса несоизмеримо выше Если учесть, что он работает практически на минимальной настройке мощности Сейчас мы его выключим Какие можно сделать выводы из всего сказанного? Выбирать, конечно, вам, дорогие мои друзья Но законы электрики никто не отменял Если сделать пересчет мощности 2-х киловаттного пылесоса На его потребление тока То получается, что он работает на мощности 10 ампер Но это на режиме полной мощности Я не буду сейчас давать полную мощность Потому что он засосет этот коврик просто с себя внутрь На аккумуляторном пылесосе то же самое получается 22 вольта И мощность практически округлим 200 ватт Получается тоже 10 ампер Но, учитывая, что сетевой пылесос все-таки работает от 220 вольт Если уравнивать шансы аккумуляторного с сетевым То аккумуляторному нужно практически мотор на 100 ампер Чтобы он работал в таком же режиме И пылесосил так же хорошо, как и сетевой Что можно сказать этим видео Если у вас дома нормальные простые покрытия Не ковровые А простые линолеум или ламинат То, конечно, вам будет достаточно аккумуляторного пылесоса Который справится со своей задачей И вы будете довольны результатом Если же так же, как у меня Квартира Застелена достаточно большой площади Ковровым покрытием То здесь, конечно, выигрывает сетевой пылесос Вне всякого сомнения Потому что мощность у него намного выше И мощность всасывания Есть такой термин У него тоже гораздо выше Что и требовалось для данного коврового покрытия Если вы хотите его пылесосить Аккумуляторным пылесосом вы так сильно ковры не высосите Высосите из него пыль Имейте в виду, что стоимость простого пылесоса Раза в три в четыре ниже, чем аккумуляторного Что из плюсов Аккумуляторного пылесоса Он легче Он мобильнее Его можно повесить, грубо говоря, на вешалку И он будет висеть и вам не мешать Что из минусов Ограниченное количество работы По времени В данном случае 40 минут На одной зарядке Потом идет зарядка Несколько часов В порядке Примерно около четырех часов в моем экземпляре пылесоса Что хорошего и плохого в сетевом Да, он крупнее Тяжелее Его надо куда-то убирать У него сматывающийся шнур Нужно постоянно где-то ближлежащую розетку для него Ну и естественно У него все-таки Достаточно Высокая мобильность В плане Перемещения на колесиках Которые ограничиваются этим шнуром Ну и в конце концов Пылесос Достаточно старой конструкции Сейчас все Модно уже переходить на более современные типы пылесосов Даже сетевых Но тем не менее Даже у современных Сетевых пылесосов Характеристики близки К вот этому вот старому пылесосу Хотя они тоже Более-менее компактные И Так скажем Дизайнерски Интересны Выбирать вам дорогие друзья Кому что По вкусу И по кошельку Поэтому Если вы Имеете В своей квартире Определенное покрытие То прежде чем Покупать пылесос Внимательно подумайте Что вам Можно выбрать Ну а остальное Решение за вами Ну а сейчас В принципе у меня все Если какие-то вопросы остались Пишите в комментариях А на этом я с вами прощаюсь Добра и здоровья Мира вашему дому С вами был Игорь Питерский дачник Всего доброго А теперь По скриптам Дорогие друзья Вот у нас Два семечка Лежат на ковре И сейчас мы Попробуем Полностью Снаряженным Пылесосом Аккумуляторным Ее Забрать Ну и как Семечка Оказалось внутри Значит работает А теперь Вторую семечку Другим пылесосом Учитывая разность Одна Турбо Закончен Закончен Другим пылесосом